Стандарты идеального вязаного изделия. Это хорошая посадка, ровные швы, симметричный узор и аккуратные эластичные кромки. Но если не попадание в размер и сбитый узор видны сразу еще на вешалке, то оценить жесткость краев мы можем только в процессе эксплуатации, когда начнем носить изделие. И в этом видео я вам расскажу о наборном крае. Наборный край это начало изделия, а как известно, хорошее начало, половина успеха. Перетянутые края не дают комфорта. Вы будете чувствовать себя, как будто вас затянули веревками. Будете ощущать буквально резь подмышкой, если у вас проблемы с проймой. Но это еще не все. Бывают реальные проблемы. Вы можете просто не влезть в горловину, если у вас перетянут край, даже если петель было достаточно. Такой перетянутый край может рваться в процессе эксплуатации, если вы неаккуратно резко подняли руку, либо порвать подол, если у вас перетянут край платья или низ плечевого изделия. Итак, где требуется выполнить эластичный край? Это манжеты, горловина, манжетики, рукавичек, перчаток, носочков, подол, платье и нижняя кромка плечевых изделий. Откуда же берется жесткий край? Почему не получается выполнить эластичный? Откуда берется ошибка? И почему вместо эластичного хорошего края получается жесткий? Как обычно, на такую мелочь, как натяжение и количество пряжи для выполнения аккуратной петли, просто не обращают внимания. Показывают механику набора, потому что для мастера это уже само собой отработанное до автоматизма движение. Начинающиеся просто повторяют движение рук мастера с экрана, либо по картинкам на печатной инструкции. Как они понимают, как им кажется правильно. Искренне думаю, что чем сильнее затянуть нить, тем надежнее будет закреплен край, тем эффективнее будет наше вязание. Обратная же проблема, это сильно растянутый край, когда петли делаются очень большими и край буквально идет волнами. Изделие выглядит заношенным еще до того, как вы начали его носить. Если вы учитесь вязать самостоятельно, никто не скажет, правильно ли вы делаете и где ошибка, потому что у вас просто нет обратной связи. Поэтому на нашем курсе для начинающих я показываю 10 вариантов наборных петель. Рассказываю, для чего они нужны и где применяются и как правильно их выполнять. В уроке я вас научу, как делать петли одинакового размера. Где же та мерка, тот ориентир, который позволяет нам получить идеальные петли? На первом уроке у нас не только 10 видов наборных петель, но и 3 варианта закрытия петель и по 5 вариантов убавок и прибавок. То есть мы с вами отрабатываем контур изделия, потому что любое вязанное изделие это набор, вывязывание контура, убавки, прибавки и закрытие полотна. Без этих навыков невозможно связать ни одно изделие, ни одну вещь. И мы доводим до автоматизма механику вязания. Сам курс состоит из 4 уроков, в процессе которых мы с вами пройдем массу приемов, отработаем их и запомним, как они выполняются. Потому что незнание этих приемов головой выдает новичка машинного вязания. Подробнее о курсе для тех, кто делает первые шаги в машинном вязании, смотрите в следующих видео. Продолжение следует...